Кисть бегает по холсту, палитра переливается с самыми невероятными оттенками. В этом зале идет занятие по живописи. Не для детей и не для тех, кто собирается поступать в художественное училище. На уроки взрослые люди, бухгалтеры, учителя и люди самых разных профессий, чья жизнь, казалось бы, никак не связана с живописью. Профессия я закончила радиотехнический институт, тогда он назывался институт. Работала, конечно, по профессии, по специальности много лет. Вот, ну, теперь вот на пенсии имею возможность заниматься тем, что нравится, для души. Для этих художниц все началось больше 15 лет назад. Из-за студии рисовать это просто под руководством Ирины Быстровой только начинала свой путь. Сегодня это уже большой клуб единомышленников и даже друзей. А бессменный наставник, вдохновитель, учитель Ирина Быстрова неизменно с ними. Ирина Геннадьевна – это наш все. Это человек, который объединяет нас всех, который уже не просто нам педагог. Это уже и друг, и советчик, и к которому можно обращаться по любым поводам. Практически мы, можно сказать, сдружились уже коллективно за столько лет. И хотя у каждой здесь своя история, все они начинали с нуля, то есть совсем не умели рисовать. Глядя на уже готовые полотна, поверить в это действительно сложно. Этим женщинам не страшно пробовать новое, бросаться в омут с головой и так чувствовать вкус жизни. Увлечений много, это тоже от жадности хватаешься за все. Это значит, надо все попробовать. И куклы-мотанки, и из глины слепить, и там, не знаю, что мы еще, и мозаику сделать, и игрушки вязанные, и прочее, прочее. Все, и живопись по шерсти. Некоторые занялись делом по сердцу с выходом на пенсию, когда свободного времени стало чуть больше. А кто-то кардинально развернул свою жизнь и сменил род деятельности. Профессия бухгалтера, потом захотелось помогать детям, занялась логопедией, а после уже пришло вот это вот творчество. После 30, как бы, все поменялось и стал творческим человеком. Здесь приходят взрослые, которые когда-то мечтали, но не сложилось, например. Не сложилось там. Или в художественную школу, мне отдали родители тогда, это было сложно, потому что если с возрастом, вот, раньше одна художественная школа была на весь город, первая. Это сейчас у нас в каждом районе много художественных школ. Или же это просто была какая-то мечта, или вдруг хочется дома повесить какую-то картину, ходишь и ищешь, ее и не находишь. В конечном итоге надо что-то сделать. Сейчас занятия проходят в светлой, просторной студии «Винсент», которую, кстати, основала ученица Ирина Быстрова и Наталья Кравцова. Приходят новые желающие, появляются новые таланты, неизменным остается одно – атмосфера творчества, радости и добра. И настоящие шедевры – кисти женщин, которые смогли.